В гробу, конечно, карманов нет, но попросить пришить можно. На этой неделе стало известно об инициативе коллекторов добиться законного права требовать долга умершего гражданина с его родственников. Подобный проект уже готов к рассмотрению и если его решат узаконить, то поступит в Госдуму уже весной текущего года. Но надо ли оно нам? Попробуем разобраться сегодня. Это «Вести без Киселева», совместный проект канала «Фьермак Медиа» и «Реальная журналистика». Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Да, в России пока существует только одна практика, которая после смерти гражданина изыскивает наследников, но не ставит в известность кредиторам. И, как правило, те, кому должны, узнают о вновь открывшихся обстоятельствах гораздо позже. Вот тут и начинается мытарство коллекторов по выклянчиванию денег с родственника, который о кредитах умершего, возможно, и не знал. Так почему он кому-то и что-то должен? Ведь бывают случаи, что наследственная масса настолько мала, ну, например, это железный гараж, что от нее проще отказаться в пользу кредитора, чем вступить в наследство и получить в дар непогашенный кредитный миллион. Но об этом наследник должен знать заранее, а не тогда, когда гараж продан, а минус миллион на счету только замаячил. Но лично меня заинтересовал другой вопрос, почему об этом заговорили только сейчас? А оказалось все просто. В Росстате подсчитали, что за прошлый год из жизни в России ушли более полутора миллиона граждан. При этом в Центробанке утверждают, что у каждого второго работающего есть кредит. Ведь по данным на лето прошлого года в стране числилось 47 миллионов заемщиков, что составляет 56 процентов трудоспособного населения. Короче говоря, к чему это я? Да к тому, что закредитованность в нашей стране сегодня просто феерическая, как собственно и смертность. А финансовая грамотность россиян, ну прямо таки скажем, оставляет желать лучшего. Чего только стоит тот случай с 58-летней сотрудницей библиотеки из Москвы, которая, как пишет телеграм-канал КБ Экономика, поверила телефонным мошенникам и взяла в трех разных банках кредитов на общую сумму в 3 миллиона рублей, переведя их впоследствии на так называемые безопасные счета. Но этого аферистам показалось мало и они предложили доверчивой женщине спасать и других россиян от... Впрочем, от чего библиотекарь так и не поняла, но надев черный плащ, тут же испарилась в ночи. Причем все переезды по стране оплачивались исключительно заказчиками услуги. Исполнительнице требовалось только входить к жертвам в доверие, забирать у них деньги и переводить все на те же безопасные счета. Раскрыть схему удалось благодаря бдительности Сбера и одной чуть не ставшей пострадавшей 72-летней жительнице Ростова. Она хотела перевести мошенникам более 5 миллионов рублей, но сотрудники Грефа не дали. И вот теперь, уважаемые знатоки, внимание, вопрос. Как долго будут рассчитываться родственники библиотекаря со всеми созданными ею долгами, если не приведи Господь от переживания она скончается? Вот поэтому инициативу коллекторов с одной стороны можно понять, но с другой стороны совсем не принять. Потому что как кредиты давать, так меня как родственника почему-то никто не спрашивает. А как по этим кредитам деньги возвращать, так бегут ко мне и кричат отдай. Несправедливостью не попахивает. Да, конечно, сегодня все активно обсуждают самозапрет на кредиты, который человек вправе установить себе добровольно. Но как быть, если человек как бы немного не в себе и ставить табу на кредитах он не собирается. Ведь очевидно, что он может навертеть такого, какого потом не смогут расхлебать и все его родственники. И как быть? Ну, лично я пока не знаю, но если инициативу коллекторов и примут, то доработок она точно потребует. А между тем, мемчик птичку жалко. К пятнице этой недели набрал максимум негодования. На этой неделе Центробанк отозвал лицензию у Киви Банка, что вызвало серьезные проблемы с выводом денег у владельцев Киви кошелька. Но в четверг стало известно, что круг пострадавших может быть значительно шире, чем просто физлица. Оказалось, что отметиться маленькая птичка успела и в такси-агрегаторе, где посредством приложения водители могли мгновенно выводить заработанные деньги, не дожидаясь официального перевода от работодателя. Помимо этого, агрегатор использовал счета в Киви и для внутрибанковских переводов. Таким образом, финансовые организации застряли по разным данным от 800 миллионов до полутора миллиардов рублей, принадлежащих российским таксистам. Сегодня, как утверждает агрегатор, уже начались переговоры об его интеграции с банком «Точка». Если все пройдет успешно, новый партнер сможет вернуть застрявшие на счетах деньги. А между тем, на этой неделе Россия поставила новый антирекорд, на этот раз порождаемости. Такого, как утверждают эксперты, в нашей стране не было аж с 1999 года. Ну, типа никогда не было, и вот опять. Да, друзья, мы вернулись на 25 лет назад и в прошлом году повторили антирекорд порождаемости, подарив этому миру всего 1 миллион 264 тысячи новых людей. Демографический провал специалисты связывают с повышением возраста рождения первенца. Сейчас в большинстве случаев он составляет 27 лет и с нежеланием молодых семей заводить второго ребенка. А вот глава государства считает по-другому. Он уверен, что причина всех наших бед заключается в росте доходов населения. По мере роста благосостояния, доходов возникают другие ценностные установки. Образование, постобразование, получение дополнительных знаний. Потом все рождение ребенка откладывается, откладывается. Ну, типа стали больше зарабатывать, переориентировали свои ценности в другое русло. Например, в сторону образования. Хотя, когда был пройден путь от бедности до обеспеченности, лично я почему-то не уследила. Не так давно ведь все кричали о том, что денег нет и рожать некуда. А теперь уже вон оно что. Деньги есть, но снова не рожают. Главное теперь не переставать удивляться. Ну и лайфхак для всех еще не родившихся. Старайтесь рождаться в богатых семьях, чтобы не заниматься всякой бесячей херней по типу работы. Но не будем о причинах демографического дна, потому что какая разница, кто в этом виноват, когда надо найти ответ на вопрос, что делать. И вот что удивительно. Ответ-то на поверхности. Помните, как ЛДПР-овец Селезнев предложил заставить рожать всех женщин в тюрьмах, чьи статьи не превышают среднюю и небольшую тяжесть. Правда, от кого они должны рожать, депутат не уточнил. Да и кого они там нарожают, тоже вопрос. Или инициативу Головченко, который собирался отправлять школьников на 3-4 дня в какую-нибудь поездку, чтобы родители смогли поработать над вопросом новых детей. А Милонов так и вовсе ратовал за запрет женской стерилизации, пока она, ну то есть женщина, не родит как минимум двоих. А Хамзаева, помните, это тот, что за выкуп детей вместо аборта. Кстати, и аборты тоже как только не склонялись в устах депутатского эстеблишмента, но уверена, что приведут они не к увеличению рождаемости, а к приросту брошенных детей и подпольных абортов. Так что, как бы там ни было, а все инициативы почему-то оказались далеки и от реальности, и от здравого смысла. Поэтому пойдемте бороться с борщевиком. Во вторник в Госдуме в первом чтении одобрили законопроект, обязывающий дачников истреблять борщевик. Я не садовод и к своему стыду даже не знаю, что это за растение, но то, что сказал единоросс Баженов, меня реально напрягло. Пустыри, кладбище и все это долгое время находившееся в заброшенном состоянии земельное хозяйство покрылось борщевиком и я не исключаю, что это было частью какой-то бактериологической войны направления против нас Соединенными Штатами, да. Ну как? Как такое можно говорить с таким серьезным лицом и даже не пытаться при этом заржать? Ведь он как не как телеведущий, а не актер. И вроде в возрасте уже солидном, но почему говорит он, а стыдно почему-то мне? Впрочем, я не поленилась и залезла таки в интернет, чтобы пополнить багаж своих знаний. И о чудо выяснило, что растения это вывели в Советском Союзе, причем исключительно как кормовую культуру, но со временем поняли, что эксперимент оказался неудачным по причине наличия в борщевике ядовитых свойств. Вот тогда-то и началась борьба с неугодной растительностью, но фактов, подтверждающих, что именно Америка виновата в засилии культуры в России, я так и не нашла. Как и не нашла причин, по которым дачники должны бороться с растением своими силами. То есть когда-то в 90-е его вывело государство, допустило разрастание на всей поверхности земли, а боритесь сами, причем как хотите. А не хотите, мы вас обяжем. Интересная теория, но с таким же успехом можно обвинить Америку и в несостоятельности мусорной реформы, когда деньги за вывоз и переработку мусора активно собираются, а мусор почему-то так и не испаряется с несуществующих мусороперерабатывающих заводов. Впрочем, это, конечно, совсем другая история. Но не удивлюсь, если завтра кто-то типа Баженова скажет, что и мусор в Россию тоже подкидывает Байден. Но это будет уже завтра, а на сегодня это все. Кстати, да, у нас есть наш телеграм-канал, подписывайтесь, не пожалеете, ну и все мои программы также дублируются на Яндекс.Дзен. Ну а на этом у меня все, увидимся ровно через неделю на том же месте и в тот же час. Всех люблю, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok